Добрый день, уважаемые участники Атоми! С вами снова Алишер, маркетолог Атоми Казахстан. Сегодня мы вам расскажем об очень важном направлении Атоми Казахстан, о корпоративно-социальной ответственности. Поддерживая политику компании и начинание председателя Пак Хангиле, Атоми Казахстан активно занимается благотворительностью. Компания начала сотрудничество с общественным фондом «Эмергеси» и помогает детям с нервно-мышечными заболеваниями. В рамках сотрудничества с фондом оплачивается изготовление специальных ортезов и корсетов, необходимых детям заболеваниями. Атоми Казахстан освещает проводимую помощь, тем самым стимулируя других делать благие вещи. На сегодняшнем онлайн-семинаре самыми первыми мы покажем двух подопечных фонда «Эмергесиа» – Ким Давида и Григориан Георгия. Компании были закрыты денежные сборы на покупку специального гидравлического подъемника и носовой маски для Нивэл. Продолжение следует... Привет! Меня зовут Георгий. Мне 13 лет. Я учусь в 25-й гимназии в 7-м классе. Учусь на отлично. Я увлекаюсь гиперспортом и рисованием. Рисование довольно хорошо получается и всяко рисую. Зависит от воображения. Если что, я могу вам потом показать мой альбом с рисунками. У меня есть класс. Он довольно хорош. Несмотря на то, что я на коляске, все относятся хорошо и дружелюбно. У меня диагноз «Миопатия» от Дюшина. Я еще учу английский. Мне довольно хорошо получается. Уже лучше с каждым днем учиться. И легче. Я его учусь, чтобы поступить в Коист иностранный в Канаде. Но пока название его не знаю. Держи своего кота. И еще. Это мой кот. Ему 8 лет. Он сибирский. Сибирской породы. Его зовут Секспир. И у меня есть места. А. И крутой электрической каяске. Качественной. Чтобы на ней было легко ездить. Допустим, в горах забывает неудобности. И чтобы была специальная каяске, чтобы проходить всякие препятствия на ней. Проезжать точнее. И так далее. Чтобы она была довольно красивая, удобная и качественная. Моя вторая мечта. Я хочу выждарить. И как-то я как слушал по всей разработке. Еще где-то года два. И может быть еще года четыре. И я уже буду ходить, наверное. Ну, вроде я все рассказал. С вами был Григорий Георги. Всем спасибо. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Все. Все. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Ким, я мама замечательного сыночка Давида. С фондом Амергейсен мы познакомились в 2019 году. Ну давайте я начну с самого начала, то есть у меня вообще ребенок родился и вот на третьи сутки у него случилось кровоизлияние. Она сразу заподозрила, что у вас, наверное, мышечная дистрофия Дюшена. Ну это генетическое заболевание. И спросила у вас кто-нибудь в роду как бы болел этим, но я как бы не помню. Потом спросила у мамы, она тоже говорит, ну не было таких впервые, наверное. Когда ты начинаешь вот читать информацию об этом заболевании, когда понимаешь, что это как бы неизлечимое. И в какой-то момент, мне кажется, у многих родителей опускаются руки. Так, ну да, я когда пришла в компанию Атоми, я начала изучать там. Я вот на сайте, там есть, да, глобальный сайт, я там очень много информации увидела о нашем председателе Пакангиль, его видео смотрела. И да, я узнала, что он глубоко верующий, что даже если посмотреть девиз у него, у него как бы перекликается, да, вот он заботится о душе, да, то есть, ну создавать видение, там, служить смирении, да, то есть каких бы ты не достиг высот, то есть ты должен заботиться о других людях. И очень много информации было, что они занимаются благотворительностью, то есть там прям каждый год, даже, ну в разных странах, да, там разные, малоимущие и так далее. И вот, то есть, и я очень рада, да, что они сразу, хотя вроде бы компания у нас в Казахстане только вот в октябре открылась, и они уже как бы тоже поддерживают эту политику, благотворительность, и они как бы откликнулись на наши просьбы. Конечно, благодарность фонду, благодарность нашим активным родителям, и благодарность, конечно, компании Атоми, несмотря, ну, как бы, компании именно, ну, южнокорейской компании, но именно еще официальном офису Казахстана, Атоми Казахстан, что вы не остались в стороне, что вы поддержали нас, что не только нас, там еще и другим детям, да, ортезы закупили там. Все герои сегодняшнего семинара – это люди с невероятной силой воли, которые не опустили руки и не позволили трудностям взять над ними верх. Судьба человека – это не прямая светлая полоса, а термистый путь, состоящий из разнообразных испытаний. Никто не может сказать с уверенностью, каким будет его завтрашний день. Жизненные обстоятельства могут сложиться так, что богатый станет бедным, а здоровый – больным. И тот, кто помогал или не помогал другим, сам может нуждаться в помощи. Компания Атоми абсолютно уверена, что ничто иное, а именно доброта, спасет мир. Будьте милосердны к ближним, помогайте нуждающимся сегодня, здесь и сейчас. Жизнь так коротка, поспешите делать добро. Добро вместе с Атоми.